Библейский портал экзегет.ру представляет 83-й псалом для библейского портала Экзегет читаю в переводе российского библейского общества. Под заголовок начальнику хора напев Гагетит «Псалом сынов Короха». Ну вот у нас были все псалмы Асафы, теперь пойдут сыны Короха. Корох — это один из левитов, который, кстати, поднял восстание против Моисея, был убит, но у него какие-то потомки, вот его род остался, они явно занимали важное место в храмовом богослужении. То есть этот псалом исполнялся ими, возможно, они и сочинили его, кто-то один из них, мы точно не знаем. Этот псалом — резкий контраст с 82-м. 82-й — это боевая песня, вот на войну с таким псалмом идут. Мы всех разбили, с Богом, конечно, вместе, и сегодня, Боже, мы с тобой всех опять разобьем. Да, сколько бы их там ни было, со всех сторон на нас наступают. А 83-й — такой мягкий личный псалом человека, который явно не собирается на войну. Он вообще по-другому мысля, другими образами. «Как жила на жилище Твое, Господь воинств, как я жажду войти во двор храма Господня. Душа и тело мои ликуют, радуются пред Богом живым. Нашла птица себе жилище, ласточка, гнездо для птенцов. У алтарей Твоих, Господь воинств, царь мой и Бог мой. Блаженны, живущие в доме Твоем, они восхваляют Тебя непрестанно». «Блажен, кто черпает силу в Тебе, кому по сердцу пусть прямой, кто идет долиной плача, делает ее долиной родников, и дождь покрывает ее озерами. Они идут, обретая следы, они предстанут пред Богом на Сионе. «Господи, Боже, воинств, услышь молитву мою, внемли мне, о Бог Иакова». Музыка. «Боже, защитник наш, посмотри, взгляни на помазанника Твоего. Один день во дворах храма Твоего лучше тысячи дней. Лучше в доме Божьем стоять на пороге, чем жить в шатрах нечестивцев. Господь Бог солнце ищит, Господь милость и славу дает. Он не оставит без награды тех, чей путь не порочен. О, Господь воинств, блажен, кто уповает на Тебя». Удивительно, да, с 82-м, ну, вообще ничего общего. И вот здесь человек, который такой молитвенник, да, который как ласточка вьет себе гнездо в храме. Вполне вероятно, что какая-то ласточка действительно свела гнездо в храме. Почему бы нет, да? Большое сооружение, стены, крыши, да, и там можно прилепиться где-то, как это делают ласточки. Гнездо для птенцов у самых алтарей. Так и те, кто живет в доме твоем. Очевидно, это священники, которые, ну, наверное, вряд ли они там прям ночуют внутри этого храма, но где-то при храме их дома, и они постоянно восхваляют, черпают силу в Тебе. И вот смотрите, у нас до этого было очень много псалмов про то, как все плохо и что нужно, наконец, чтобы стало хорошо. А здесь блажен, кто черпает силу в Тебе, кому по сердцу путь прямой, кто идет долиной плача и делает ее долиной родников, и дождь покрывает ее озерами. Удивительно прекрасный образ. То есть человек идет долиной плача, то есть, ну, какое-то мрачное место, где рыдают, да, где вот нельзя пройти без слез. И долина плача становится долиной родников. Это уже не слезы, это уже живительная вода. Это же Ближний Восток, там воды мало. И это уже живительная вода, которую можно пить. Более того, дождь покрывает озерами. Когда сам человек, плач превращает в родники. И дождь, который сверху, который, ну, от Бога, условно говоря, эти родники превращает в озера. Озеро — это изобилие пресной воды. Это место, где, ну, можно жить, где приятно жить, где воды сколько хочешь. Хоть купайся, хоть пей, хоть скот свой можешь напоить. И вот это происходит, оказывается, во дворах храма Господнего. В 82-м псалме там на поле битвы все решается. До этого там были мучительные размышления о верности Богу, о том, как эту верность сохранить. А вот-вот в храме, Господи Божьим воинству, услышь молитву мою, внемли мне у Бога Иакова. Один день во дворах храма Твоего лучше тысячи дней. Лучше в Доме Божьем стоять на пороге, чем жить в шатрах нечестивцев. Вот это молитва человека, который прилепился к этому. Храму, к святилищу, который не может от него отойти, потому что здесь все и происходит. И более того, его жизнь в этом храме – это не эскапизм, который вот далек от всех проблем мира. Это именно способ причинения этих проблем. Долину слез сделать долиной родников. И дождаться дождя, который наполнит озера в этой долине. «О Господь воинств, блажен, кто уповает на тебя». Вот такой вывод. И дальше пойдут опять некоторые псалмы Короха. Они сынов Короха, или Кореевых сынов, как все на дальнем переводе, но немножко смешно звучит, потому что сразу страна Корея вспоминается, никакого отношения не имеет. Вот эти псалмы, они такие лирично благочестивые. Они вот псалмы того, кто часто бывает в храме. 84-й такой же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...